ребят всем привет готовлюсь к съемке видео а у меня в голове крутится сегодня мы будем делать обзор нашего дома а потом думаю рано еще сегодня всего лишь обзор продуктов и не только когда нибудь мы сделаем обзор нашего дома да это будет крутой обзор верю что вчера были у друзей они делали обзор своего нового дома мы были в таком восторге такая планировка и такое все видно у крутится это вот но они строят правда дом поэтому приятное чувство такое короче сегодня мы не ездили в город мы ездили вчера но приехали с такой головной болью вместе с горе что просто умными души у меня его более болела голова видно на погоду и что просто не было ни сил ни желания снимать оставили на субботний день и приехали очень поздно сегодня обычно мы не снимаем ничего но футаж добру пропадать хочется всем поделиться перед тем как это все разложить в общем есть привычные продукты есть непривычные продукты по привычным быстро пройдемся по непривычным остановимся подсолнечное масло как всегда для майонеза светлые и для салатов темное только когда позавчера ели супчик рыбный очень вкусный рыбный суп кто еще не пробовал берете две консервы на где-то четырех литровую кастрюлю трех литровую смотря кто как по насыщенности любит две консервы вскрываете рыбку внутри чуть-чуть разламывайте там на несколько частей потому что большие такие кусочки можете не разломать если вы один в семье но так что всем равномерно попадалось мы обычно разрам разламываем значит картошка овощи рыба специи суп готов это такая вкуснотища когда-нибудь снимем а этот обзорчик что конкретно мы бросаем наш суд но это рецепт не не дарится это себе взял сок сашу не лично хотя мы берем на выходные сок саша я хочу себе тоже собственно кто знает о наших детей карманные деньги они очень любят покупать разные себе там без девушки сладости вкусности взяли кукурузку в прошлый раз более взял не очень вкусную кукурузу жесткая такая все прямо сказали мама что-то она недоварина какая-то в этот раз взял вот эту нашу привычную вкусную вот она прям мягенькая хорошая начаться сыр мы берем каждый день сегодня как раз у нас будет служба не каждый день каждый день каждой неделе практически твердый будем делать пиццу у нас там еще сырок есть мы туда пиццу пустим а этот свеженький сырок уже будем кушать и по выходным мы любим делать горячие бутерброды на завтраке мы едим сыр как каши а поэтому вот сырок нам нужен шампиньончики тоже сырые очень вкусные мы едим как лакомство плюс делаем суп с шампиньонов тоже очень вкусный суп получается мы любим его попкорн взяли давно мы попкорни брали дальше взяли вот это очень вкусная каша у кого есть в городе лента попробуйте наверное везде есть лента ну согласен мы как секунду мы как говорили что колчаковский квас шикарнейший он думал и думали есть везде и целое лето в новосибирске мы были без кваса упустили сезон кваса всем злаков овсяные пшеничные ячменные гречневые ржаные ржаные пшенные и рисовые ящики или злака 5 злаков всем залков самое вкусное каши вообще я и очень боялась брать потому что чем больше ты добавляешь в салат ингридентов тем хуже может получиться в результате не всегда то что много хорошо и вкусно но здесь настолько классное сочетание этих всех злаков настолько вкусно баланс или мы и сами едим и сейчас максимки готовим очень удобно и быстро иногда у нас есть там приготовлено что-то мы себе готовим суп раз приготовили а иногда все поседаем ну ему нельзя что то что взрослые едят поэтому очень удобно комфортно эту кашку быстренько две минуты там но на 5 минут кипит быстренько взбил все каша ребенка готова я ему сегодня треть яблоко блендере дзинь с морковкой нет просто само яблоко он его умял и спать отправился но сейчас проснется кашкой покормим и вот такую кашу мы бы тоже даем это каждая тоже овсяная ассорти не требует варки без красителя ароматизаторов и консерватор и с фруктами с кусочками фруктов очень нам понравилась эта каша поэтому тоже мы даем что это что это без молока у него этот сыпет его на молочный белок но вот очень вкусная тоже это вообще запаривать не надо если эту варить то эту быстро если прям совсем критично вот проснулся а мы думали что еще поспит получасами там час и не успели ему сварить и он проснулся и хочу кушать нету вот это именно запаривать а эту нужно варить а то ты говоришь вообще запаривать не надо запаривать я когда быстро начинаю говорить и быстро у меня уже мысли ушли туда ну так я живу я живу здесь и стою да да для того чтобы все вырегулировать правильно чай наш любимый greenfield и зеленый и черный очень вкусный чай и компания делает очень качественные у них здесь крупные такие листья крупно листовой не мелко листовой ну очень мы качественные чая пока вот таких я имею ввиду листовые не покупали не смотрели не понятно что может быть из какие-то там вообще китайские которые везут там запаснословную цену мы говорим из обычных чаев которые на прилавках общей доступна общей доступны они правда я помню в украине были самые дорогие то время как липтон стол 20 вещь вообще без чем-то гривны и какие-то подороже в пакетиках через 0 и 5 гривен это 12 14 да 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 разница что вы понимали три раза дороже но он того стоит так сказать у нас сестра моя родная такой мнение дешевый вот это намного хватает мы ее подсадили она взять и ребенку покупаю а он экономный потому что он очень черный черный чувствую терпкий но если вы много бросить качественный счет того что качество нужно просто чашку очень мало и получается что липтон что этот одно на дно но липтон и подобные чаи они как вот вода вот по сравнению с этим а это пьешь как будто чефер но если сравнивать ощущение поэтому чуть-чуть надо бросать ну короче попробуйте не пожалеет у них есть очень большая линейка разных чаев разная ксберам вот там тут это разные здесь есть жасмином просто зеленый общем но мы берем не пакетированы да именно берем я у них есть пакетиках тоже ну не таки неплохой если быстро куда-то надо но это но еще пакетиках и на ревский берем нравится шкаланы нам нравится там тоже вкусные чайные но это время и не пакетированные тогда это н.н. и принц если не пакетированы это вот вот это значит шоколад взяли в горя говорит что очень жестко идет 97 процент или там сам по 78 говорит очень сердце стучит тут 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 сети 7 процентным зал шоколад без сахара это составе мы делаем свой шоколад плюс этот берем но как-то начали брать последнее время а вот для нашего шоколада мы делаем и для конфет разных шоколадных кто смотрел обзорчик мы взяли книжечку книжечку взяли для этого с шоколадом короче с рецептами все из шоколада все связано с шоколадом там нужен шоколад поэтому не обязательно растапливать уже готовы можно взять какао масло какого тертая растопить и уже использовать как шоколад в тех рецептах которые там есть но это наш шоколад и еще у нас какого-то покупали свое время остатки есть там уже это закончится свой домашний шоколад жвачки очень давно мы не покупали мы по выходным видим жвачки кто не знает но это скидка была там и целый блок взяли да мы берем блоками обычно потому что есть акция скидка и вот эти большие выгоднее брать ну вот орбит это больше нам всем понравился мы его берем орбит с клубника банан и мяты это у нас они любят брали больше полгода аж осенью мы брали никакого нет весной весной так сейчас осенью ой весной 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 перед поездкой в Новосибирск и то еще до сих пор есть но уже заканчивается будем надо взять чтобы лежать пока была в акции и месячная закупка вот это для хлеба это у нас конопляные ядрышки мы уже много о них рассказывали поэтому не будем останавливаться сосиски сардельки не нашли сарделек вязанки к сожалению взяли вот эти они нам нужны просто сейчас на ближайшее время обязательно это были сардельки поэтому ладно думаю возьмем эти а вообще берем вязанские колбасу тоже взяли с индюшатиной а вообще кстати у нас здесь нет говядины таким не можем филе грудки птицы индейка курица свинина есть молоко коровьей если еще чуть-чуть еще пару деньков и мы полностью переведем ребенка на обычное питание еще вот-вот уже на это не тогда уже можно будет я с тобой поближе поговорю обязательно поговорим а вот опустили взяли лаваши это для брынзы лечо этого твердого сыра очень вкусные запеченные лаваши получается да не для других рецептов берется нарезается лаваш раскладывается слоями а между ними можно там фарш овощи сыр тереть творог там грибы потом слоями склады что-то то-то 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 потом это все заливаешь например яйцами или там сыром и все это запекаешь и получается пирог слоеный очень можно экспериментировать очень нужно много посмотреть в интернете пирог с лавашей найдете и крабовые палочки это для салата все пытаемся найти вкусную в обувь вкусную потому что окунь везде окунь это вот вы окунь этот раз ели пересолены пересолены да вот раньше была очень вкусная вяленая рыба в этом в экономе сейчас взяли но пересолены не могу есть и все рапа ты ешь ну может быть пиву нормально мы к пиву не пьем особо но я миду мы дети более там пьет это ему пересолена так и получается что нам всем всей семье пересолены а этой в ленте взяла лично пускай ему дай-ка посмотрю в обла вяленая весовая ну очень вкусная я уже думала чем приехали сразу и умела а вторая вот осталась для побы взяли поэтому посмотрим будем брать там и сметану взяли это сливки на торт и на все такое на крем и да да на крем жидкие пока жидкие если спекут что-то или я спеку что-то будем использовать если не стекать она переходит густует на масло разбиваем семечки взяли бабкины кстати посчитали думали раньше что невыгодно брать маленьким пачками почитали она одно на одно получается что такими маленькими упаковками что большими большой у них не было ленте почему-то не продается в городе иркутске большая бабкины семечки соленая а маленькие продаются поэтому взять манку взяли варим время от времени йогурты байкал очка кто знает мы берем здесь постоянно яйца никак снова не можем найти короче чувствую что будем жить мы здесь на магазинах яйцев очень жалко конечно но так получается желатин взяли это что боря говори прокладка это я потом расскажу ты давай свое заканчивая шла это нам подруга дала две баночки кабачковой кредит мы поставили попробуем ее возможно ее рецептик она понравится будем по ее рецепту делать так дальше это тоже более себе взял веб-камеры а что они такие да а шнурка не цепляются не цепляются цепляется цепляется короче приехали мы с летней поездки у детей началась учеба сейчас пока буду развязать расскажу они кинулись искать веб-камеры в камере нету мы ее с собой не брали не брали нужно переискали мы все камеры канули в лета одна это нам не хватало нам нужно было всегда две потому что я обходила права у детей если мне надо было созвониться на своем компьютере и что мы недолго думая полезли в яндекс маркет до через кэшбэк как всегда как обычно сделали к покупочку сэкономили немножечко покажи к нам это необычно горе выбирал я выбираю да не так она вот тогда очень большой угол обзора у нее она очень легко держится обычно если нам что-то выбирать выбирать очень долго и тщательно так же как и я стараюсь выбирать долго и тщательно вот так вот так вот сюда идет вот так монитор вот так погибать все вот так она стоит до 170 градусов она хватает но я читал отзыву очень много они отзывом давай марочку покажем not my ссылочку оставим в описании видео на нее очень много отзывов и все ее хвалят и звук шикарный от микрофона она снимает и угол обзора насыщенность цветовый в общем народ рад и детям до паши они не трогаю и пользуйтесь кэшбэком ребята потому что кэшбэк это экономия все равно тысячу другую расы сэкономили мы кэшбэком пользуемся поэтому ссылочку оставим и на камеру как обещала и на наш сервис кэшбэк дальше это более ты покажешь да дальше на вот это это нам вернулись назад игрушки которые мы давали наши подруги у нас вообще такая ситуация с подругой она нам отдает потом беременеть мы еле даем потом мы беременем она нам отдает и как-то так уже сколько больше 4 года так у нас происходит болины были игрушки потом мы отдали ей она забеременела еще с мальчик вот чем-то отдали ей игрушки потом мы с максимкой забеременели она начала потихоньку нам передавать все ну возможно потом мы просто тоже до весны и держим до отъезда я говорю если что мы теперь снова готова еще передать сути к нам дала попользоваться ну короче вот так друг другаOK И она нам дала игрушку у насctете вottите не было и посмотрите Борев еще думает нет он уже перерос А это наша, кажется, нет? Или наша? Это наша. Была такая штука у нее? Была, разве? Да. А ну снизу посмотри, есть кнопка? Нет. Нет, это нет. У нас такого не было. Я на такую посмотрела на Новосибирске, боюсь купить. А потом поняла, что ну три года уже ему поздно. Ну там такие разные эти. А Максим, это самое то, как раз, когда они начинают вот это вот все. Сейчас же таких много, ну попробуем. И барабан она дала. Тоже. Это палочки от барабана. Так что будут играть? Ну это барюсикам. И этот надала тоже барюсикам. И что у нас еще? Побаловала мамочка себя, а папочка маму. Купили мы вот такой нож. Он острый. Для пиццы. Пиццу мы готовим каждую субботу практически. Для этого я ее сейчас обязательно раскрою, покажу. Она, видите, закрыта в таком чехле, как будто бы жестко. И, короче, не находим мы до хлеба лопаток. Нож мне Боря купил. А ножом все равно он как бы плоский, такой узкий. Я говорю, что-нибудь такое побольше. В ленте я говорю, пойдем посмотрим там. Как увидела, вот такие вещи там продаются отдельно разных цветов. Сделали мы такой наборчик. Я говорю, Боря, палят они мне лопатку, эту деревянную. Палят и все. Ломают мне ее. Уже не один раз ломали. То в воду поставят, яичницу, например, сделают или омлет какой-то. Поставят замачиваться в сковородку, положат лопатку, ее вот так вот выгнят. И уже нельзя. Выкрутит. Да, и ее же нельзя в воде деть, оставить, испортить. Приходится выбрасывать, потому что она вот такая. Уже она не поддевает как надо. Я говорю, да сколько можем мучиться? Давай возьмем силиконовый, попробуем. Ну вот взяли, посмотрим, отзыв какой будет у нас. Она жесткая, а тут чуть-чуть мягковатая. Ну посмотрим. У нас есть паломничек один. Взяли еще один. Салатовый. В общем, он нам так нравится. Им очень удобно, знаете, что надо насыпать? Даже не супы, а эти, там, спагетти, например, рис. С мультиварки удобно. Он не только с мультиварки. Когда забираешь, допустим, кашу всю с кастрюлей, и вот этот уголок, он прямо туда. Обычным неедание возможно. Он прямо туда, раз, прямо в уголочек. А этим раз, шип с уголков, все. Ну, короче, очень удобный. Нам так понравилось. Кажется, маловатое, потому что, когда суп много насыпаешь, нужно одним черпаком, раз, таким паломником, супы, а с обычно я тем насыпаю. Ну, для одного нормальный, а когда семья большая, то... Ну, дети очень любят им пользоваться. Да, да, и я люблю пользоваться. Для хлеба, и одновременно, как шумовочка будет. Могут дети, и все мы, короче, эти, пельмешки, варенички доставать. А можно использовать как чик с мультиварки, или, вероятно, с миксера для теста, раз, собирать. Короче, посмотрим. И нож, 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 нож. Посмотрим, насколько он острый. Аккуратно. Так, если я порежусь, неси мне эту. Нож, делаем пиццу, а ты, когда начинаешь ее ножом резать, оно дергается. Рвет, рвет пиццу. Ну, короче, давно мы хотели себе нож для пиццы. И вот, Боречка пошел, выбрал. Это он сам выбирал, между двух. Там был нож с обычной ручкой, да, с какой? С пластиковой большой. Думаю, где-то упадет или еще что-то. Я взял полностью с нержавейки. Да, хороший. А мне интересно, уточки надо или нет? Не, не надо. Ну, острый хороший нож. Не надо, он же будет кататься, да. Жиль же, ну, посмотрим, посмотрим. Сегодня на пицце испробуем, в жизни за кадром посмотрите. А вот это что, оно... Это так должно быть. Должно быть, да? Да. Понятно. И в ленте дали нам вот такие штуки, вообще не без понятия, что это. Давайте откроем. Какие-то наборчики же обычно дают. Лайк. Это, наверное, какие-то штуки. Тикеры против токеров. Тикеры энд токеры. А, вот так вот. А, видишь, даже ты знаешь. Я так понимаю... А, это... Замок. Какие-то штуки, которые в ТикТоке, наверное, популярные. Да или что? Да я не понимаю, короче. Ну, это, наверное, где-то цеплять на рюкзак или еще куда-то. Лайк плюс один. Вот это мне понравилось. Лайк плюс один. Давайте все тогда посмотрим, мне интересно. Вот это хоть более что-то такое, что ребенок может себе... Ты попу слона, не хочешь себе подцепить? Кого? Попу слона. Не, не хочу. Сейчас покажу. Так, она странно подцепляется. Последняя. Вот тут он, мне кажется, спадет. Вообще не понимаю, как она здесь. Да с другой стороны, Тань. Так же. Это не попа слона. Это, короче, мама на это. Фантазия. Это у нас орех... Этот, желудь. С этого... Как он называется? С ледникового периода, наверное. Ну, с ореха здесь, но как попа слона. Ну, если в другую сторону перевернуть. Ну, моя первая реакция. Логично. Что вы видите на картинке? Да, и каждую виду, что считает нужным. Краш. Вот это наше любимое выражение детей. Краш. Точно. А я говорю, что за слово? Мама, ты не понимаешь. Краш. Это... Ой. Ой, слушай, мне прям нравится. А, так это из ледникового периода что-то, да? Желудь. А это белка. А это белка, да? Правильно я поняла? Да, 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 да. А это Мэнни, или это как ее? Персик. Персик. Точно. А это слайка. Нет, это Краш. Там же Тедди или как его? Тикток или вот эти. Это кто? Это Мэлман. Какой Мэлман? Мэнни. Мэнни. Анюта. Анюта. Не надо, она с Максимом пока это. А, ну ладно, потом отдадим. Акасу запариваю. Вот как раз он проснулся. Я говорю, Боря, акасу, у нас что-то есть? Максиму нету. Я быстренько пошла, взяла вот эту штуку. И запарила. Прикольно. Класс, мне нравится. Слушайте, хоть что-то толковое начали давать. А то дают какие-то штучки такие, которые это. А это вот. Вот это мне больше понравилось. Лайки краш. Сейчас будет война, кто заберет себе между детьми. Ну, не будет войны. Нет? Нет, не будет. Энки-бэнники еле варить. Мы все девочке отдадим и все. Да нет. Да, ты тоже хочешь? Ну и тебе и отдадим. У меня только две девочки, так что между вами будет война, да? Вуаля. Так, ты говори свое. Желатин я сказала, да, что мы взяли? Нет. Купили желатин, потому что мы делаем холодное. Нам желатин нужно на холодное. Все, я свое все сказала, говори свое. Говорю свое. Это утюг. Это тебе на день рождения. Знаешь, что это? Это штука, которая соединяет прицеп с машиной. Да, прицепное устройство на прицеп. То, что у нас на нашем прицепе пришло в негодность. Я купил новое. Я искал, 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 искал. Вот это на 60 сантиметров, то есть на 60 миллиметров. Нигде нету. Нету и нету. Нету и нету. Нашел. На Знаменском нашел. Молодец. Вот это? Это уплотнительная прокладка на люк печки в булку. Потому что, когда дождь идет, сверху затекает, и потом начинает в салон протекать вода. Понятно. А это? Это брызговики. Брызговики. Это под дождевики. Ездили мы по Новосибирску. У меня там один начал отламываться от вибраций. Ну, уже я в 16-м году их ставил. И один начал отламываться, а я его доломал, положил в прицеп. А второй не посмотрел, и я его потерял. И у меня теперь грязь из-под передних колес закидывает между баком бензиновым и кузовом. И там же оно все остается и гниет. Нужно будет вымыть и поставить. И съемник. Вот. Да, он в разобранном состоянии. Вот фотографии. Это мне нужно поснимать эти самые подшипники с прицепа. А снять их невозможно. Их бить придется. А это съемник? Да, ты цепляешь. Да, не только для подшипников. Для многих разных штучек. Купил специальный съемник. И все? И все, и все, да. Поэтому, поймите, на обзор мы показываем только то, что можно показать. Потому что есть вещи, которые, ну, какая-то там, нижнее белье, какое-то там интимная гигиена, еще что-то мы обычно не показываем. Ни в обзорах, ни в этом. Ну, стараемся не показывать, кому что там заказали, чтобы никого не смущать его и так далее. Поэтому, какие-то вещи в нашей семье, в любом случае, остаются за кадром. Плюс остаются за кадром те вещи, которые мы одиночно покупаем. Например, Боря поехал, все лето в магазине что-то купил. Но мы это не снимаем обычно. Или там Боря поехал в город, особо закупок нет никаких. Но он там купил, не знаю, в магазине там еще две упаковки сока. Он может их показать, а может как-то забегаться, фотоаппарат в машине забыть, не показать. В общем, в обзор это тоже не входит. Или там еще что-то. Ну, то есть где-то в аптеке по срочному что-то нам нужно купить, тоже мы не показываем. Ну, какие-то вещи не всегда входят в обзоры. Поэтому стараемся, конечно, по максимуму показывать. Если, например, нет отдельного обзора, Боря и сам, когда ездит в город, он старается сразу показать, что купил там, прям по месту. Конечно, он там не разлагольствует, так не показывает, как мы здесь уже прям совсем. Но он мельком показывает, все равно рассказывает для чего. Надо ввести трешевые обзоры. Купил яйца, допустим, упаковку, привез, поставил на чистый стол. И 25 минут рассказываешь, какая классная упаковка. Какие яйца. Одно вот такое, второе в крапинку. И потом можно еще рецептов кучу сюда. Для чего они надо. Короче, если будет маразм, то на них вообще будет. И видео надо называть. Очередной маразм. Маразм номер 3. Маразм номер 5. 259, 1058. Ага, смотри, а то еще они в топ попадут. Что такое придумать, да? Короче, все тогда. Шутки шутками. Пока-пока. До новых обзорчиков. Будем мы все это разбирать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова